Всем привет! Куда это я иду? Ну, начнем с того, что легли мы поздно, естественно. Их все слышно. Иду музыку слушаю. Очень поздно легли. И утром, когда прозвонил будильник, я вообще была в шоке. Я думала, блин, почему не выходной день? Непонятно. И Кирилл на меня посмотрел и говорит, спи, спи. Я сам всех отвезу. И я уже даже не помню, как я просто вырубилась в 10. Я проснулась. Я бы спала дольше. Но какие-то оповещения в телефоне мне там были. Почему-то я это услышала, хотя звука не было. Что-то провибрировало. Первым делом я попила кофе. Даже пришлось варить в турке, потому что я просыпаюсь, нет света, нет электричества. Думаю, что это такое? Кириллу звонил, он сказал, какая-то авария, я ему смс-ка пришла. Ладно. Потом я монтировала влог. Он был сложный, но я его быстро сделала. Я профессионал. Сижу, потом пью свой второй кофеечек, свет включили, все хорошо. И Кирилл говорит, а ты не хочешь меня забрать? Я такая, с удовольствием. А потом вспоминаю, что забрать-то его надо пешком. Ну, короче, просто встретить и дальше куда-нибудь двигаться. Было лень, признаюсь, но я взяла себя в руки, напялила джинсы и майку, посмотрела, что на улице 20 градусов и иду. Но я, наверное, не успею. Мне кажется, он меня где-то по пути будет забирать, потому что нам надо в садик. Про садик сейчас он отдельно Кирюша расскажет. Это чудесная погода, листья лежат, теплый ветер и 20 градусов с утра. Ну, как утро, уже 12, уже пол первого практически. Ну, я же говорила, не дойду. Вчера ты меня по дороге на трассе подобрала, сегодня я тебе на трассе подобрал. Да, с Максом рассказывай. Ой, короче, отъел я Максим, мы отвезли Париловичку в школу, Максим говорит, в сад, все, перердеваю. И он увидел эту воспитательницу. А шел сначала с хорошим? С хорошим, все, улыбался, мы там на перелом песне бежали, за попку щипали, тыры-пыры. Зашли, увидел эту воспитательницу. И все, я смотрю, он погрустнел, такое безостроение. И я его полчаса уговаривал заходить в группу. И уговорил только тогда, когда я сказал, хорошо, сегодня спать в садике не будет. Ну, так это второй день, и я думаю, что он чухнет скоро и будет вообще там только до обеда у нас. Не знаю, но я не мог никак. Прям что он ждет своих воспитателей. Он просто действительно каждый день туда заходит, видит их, и он смотрит, он заглядывает. И вроде ничего не говорит, но мы-то все понимаем. И каждый раз у него портится настроение сразу же. Представляешь? Я полчаса уговорил, он говорит, вот никак, все. Даже мне даже не понравилось, когда воспитанница подходит, и его силы забирает. Я такой, нет, как надо. Да, 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 он меня тоже пытался. Я говорю, так нельзя с ним, так нельзя и так не надо делать. Нет, даже нет. Хорошо, я вообще с ним не извиняюсь. Конечно. Что это такое вообще? Да, силы брать ребенка. Я уже на эту тему говорила, что с ребенком надо договориться как-нибудь. Ну, не знаю, к каждому, наверное, ребенку свой подход, но я против, и мы против, чтобы ребенка силой тащили. У меня сейчас была другая беленькая, да, в тот раз темненькая, тоже пыталась его как-то мне забрать, видя, что он, ну, капризничает чуть-чуть. Я говорю, не-не-не, мы будем здесь обниматься столько, сколько нужно. Ура, у нас, ну как, пол второго дня, у меня лично это завтрак, я еще ничего не ела. Полина с Максом кушают пиццу, у нас одна пицца, да, осталась со вчерашнего дня? Кирюша доедает. У меня лично это опять. Ты завтракал, да, доедает картошку? Смотрите, какие розы Ксюша подарила, боже, невероятные. Так, а еще Наташа подарила чашку, посмотрите, это то, что мы хотели, да, помните, я вам показала? Боже, какой внимательный человек, какие внимательные у нас друзья, вот видно, любят нас, посмотрите. Красота. Да. Она сказала, что это вместо цветов, потому что это мне важнее. Класс. Ладно, все, мы кушаем и будем выдвигаться. Короче, ну что, да, да. Снимаем? Да, снимаю. Короче, 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 мы вот сейчас приехали в центр, опять же идем по вот этой нашей дороге, по нашей улице, которая называется Пелду-Ела, улица Пелду. Для чего? Что ты хочешь, Полиночка? Пить на большие свои деньги. Понимаете? Полиночке подарили очень много денег, реально, реально. Смотрите, да, ей подарили больше 300 евро, мы с нами собираем. Да. И у нее есть прикол такой, что, ну, она хочет их потратить так, как она хочет. А так мы ничего не говорим, мы всегда детям, ну, позволяем это делать, да, они и настаиваем, ничего, сколько денег есть, тратно прочь. Она говорит, я проеду первым за бабл-ти и хочу купить его сама. Хорошо. Потом она говорит, и в кафе я хочу, говорю, ну, Полина, ну, перестань, ну, в кафе мы и так часто ходим, не трать за это деньги. Она говорит, а я хочу, я хочу всех пригласить в кафе. Ребенок для себя ничего не хочет купить, потому что у нее, получается, все есть, она не знает, сколько купить. Да, и, ну, Полина, в принципе, такой человек. Хочу вам подарки купить. Хорошо. Полина, в принципе, такой человек, не перебивайте. Полина, в принципе, такой человек, что она очень любит для кого-то что-то делать. Вы знаете, она любит готовить там утром для кого-то, для папы, для нас. Для кого-то, для папы она любит. Ну, в принципе, она для Милены. Помнишь, как она для Милены старалась, а Милена не стала есть? А папа все вкусно, что приготовит дочь. Это вкусно. Она любит купить подарки. То есть вот ей надарили денег, а она готова их потратить на подарки для близких. Ну, это представляете, какое чудо-ребенок. Купила нам макаронсы. Смотри, тебе такое, у него такой шоколадный. Ты не любишь макаронсы? Нет. А я такие люблю. Вкусно, дети? Что у вас? У меня такой же, какой там. Класс, класс. А почему ты Максиму не купила? А он не ест такое. Надолго, потому что Полина пошла в разнос. Красивые заколки новые. Мне нравятся резинки и бантики. Подожди, мне подойдет? Не, ну красиво, но мне не нравится. Ну, честно. Красиво, но... Образ, пальчишко. Симпатично, да? Ох! Вот еще, смотрите. Это мы в Сенсе, если что. С градусов куртки висят, видите? Так не... Ну... Но зато заранее. У бабушки Веры такое раньше пальто было, она ее выкинула. Да. Пси, 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 да? А, сикинда, прикольно. Что-то она купила в Сенсее, мы сами не видели. Что? Что-то взяла, чтобы просто валялось дом. У меня не подарок, чехол на 12-й день, накладывай ногти, косметику, короче. Понятно. Макс купил шапку. А, я свеч. Не могу сказать, что мне Максу шапка нравится. И маме я заколку купила. Максике понравился шапку. Да, но поэтому я ничего не сказала. А мне нравится. Главное, что ему было поход. А потом уже Максу было поход. Полиночка мы закинули на акробатику. А с Максимкой мы приехали сейчас на площадку. Пока Полиночка будет на акробатике. Нет, мы там по говну не пойдем. Мы погуляем с Максиком на площадку. Мы убираем. И за своими собаками. Ну, кататься будете? Пока мы катаемся, собираем липу. Будем липовый чай пить. Да, мы же каждый год липу собираем. Да. Вообще не хочется уезжать, потому что настолько тепло. Я не устану это говорить вообще. Ну, что за чудесный сентябрь. Я в шоке. Но нужно ехать. У Полинки тренировка сейчас закончится. Потом она еще хотела заехать куда-то что-то купить. И нужно ехать домой. Сказываю. Так, у меня тут небольшое производство вафелек. Восемь вечера. Ну, почти полдевятого. Полина решила, что нужно с украшением. Они, конечно, не держатся. Эти остывают. Эти остыли. Здесь уже у меня цветы, свечи, красота. Жарятся. И, ну, все как бы уже. Может быть, одну на скребу еще. Сейчас расскажу, для чего мы. А вот еще. Ну, показывай. Вафли. Я еще буду колечки продавать. Я тебе говорю вафли. Слово надо сделать ярко. Да. Я еще буду сережки продавать из бисера и колечки. Да. У Полины завтра в школе ярмарка. И на такой ярмарке можно как продавать что-то, так и покупать. Вот мы приготовили коробочку, салфеточку. У нее будет вот так вот все это дело лежать и продаваться. На заработанные она потом пойдет и будет их тратить у других деток. А еще она хочет сделать колечки. Ну, сейчас покажет. Это Макса. Я попью. Вот. И в этот раз Полинка решила продавать вафли, которые мы с ней сделали вместе. У нас готово. Уже и Макс пришел на помощь. Целая коробка получилась. Тяжеленькая. Твоя пудрочка любимая, да? Сейчас мы это все дело завернем. Закроем крышечкой. И она понесет завтра в утром в школу продавать. Еще сейчас делает сережки, колечки. Покажу вам. Довольный ребенок. Она себе сегодня купила эти лепесточки. Так, Полин? Она мечтала найти их с фонариками. Нет, она мечтала такие лепесточки повесить, но когда она увидела, что есть еще и с фонариками, она вообще обалдела и сразу их взяла. Это где вы? В Сенсей? Да, в Сенсей. А макияжик мы хоть не хотим смыть перед сном? Нет. Да, да, да. Ну, вот так вот. В общем, она тоже такие. А теперь давайте выключим свет. Давайте, давайте. Ага. Ты прям в темноту, темноту сделаешь? Ооо. Не, ну красиво. Нравится? Ну реально классно. И слушай, она освещает вот эта ленточка всю комнату? Угу. Ну так вот, что прям не нужно исключать ничего. Ну да. Счастлива? Включи свет. Ой. Что? Да, это Полинкины все цветочки, букетики. Сегодня она весь день что делала? Весь вечер готовилась к ярмарке и покупала всякие вещи. Она еще сделала украшения из бисера, из бусинок. Завтра покажем. Когда? Утром? Лучше сейчас показать, потому что я это утром не сделаю. Нужно открывать такую? Нет. Не надо. Давай. Распаковка. Распаковка. Это у нас такие цены. Ну это неважно, давай уже вот это покажем быстрее. Короче. Так, короче. Это подвеска на телефон, как у меня. Я думала, ты быстренько покажешь, не будешь целый этот самый делать. У меня подвеска на телефон такая. Я вот так, не доставай, солнышко, не доставай. Белые сережки. Вот такие сережки, такие сережки, такие колечко. Такое колечко. Вот это он. И вот такие вот красные и беленькие. Сделала все своими ручками. Клади. И это, знаете, вот как у меня подвеска только беленькая. Ну я не вижу. Это как у меня подвеска только беленькая. Вот так вот вешать. Девчонки такое любят, поэтому она будет это продавать завтра. Она еще сегодня подарками своими занималась. Да, там очень много всего интересного и она все делала. Там всякие масочки, разные вкусняшки для тела, для лица. Да. А что дарить 9 лет? Ну не куклы Барби же, да? Это же не мать, которая в 12 играла еще в Барби. Это же уже новые дети. Иди макияж смывай. Временем заканчиваем влог. Будем с вами прощаться до завтра. Спасибо, что провели с нами этот день. Нет, она пришла. Она пришла. Да. Да. О, ты уже спишь. Да? В садике я не спал. Ты не спал. Да? Уже не можешь? Давай сделаем тебе массаж спинки и будем спать. Хорошо? Эй. Да? Да. Глазки закрываются. Да? Подписываемся. Комментарий. Лайк. Дизлайк. И сами не смеете. Всем пока. Что с лицом? Что с лицом? Не знаю.